Здравствуйте, драгоценные мои друзья! Ну что же, забавно, бывший глава Роснана Анатолий Чубайск или Толик, Рыжий Толик, как мы его с вами ласково называем, ну опять прославился. Помните, население России очень внимательно сидит за этим рыжим прохиндеем, который, ну, безусловно, с 90-х годов был при власти всегда и всегда крепенько обувал. То есть в любые времена Чубайса, еще с тех пор, когда юный Толик Чубайс поставили его на ваучеры, и он кинул всех, ну, с тех пор у населения России к нему предвзятое отношение. Понимают, что Толик Чубайс ворюга из ворюг. Просто даже не то, что какой-то голубой воришка, помните, из Ильфа и Петрова, который там все тырил подряд. Этот тырит, как говорится, не капусту, а, ну, то есть настоящую капусту. Этот тырит на Личман все, что можно. И куда бы его ни назначали, на там электрические сети, в Роснано, последнее его место службы, и после этого, по-моему, Роснано сейчас вообще находится в таких убытках, там сотни, сотни миллионов, если не триллионов рублей, ну, как бы провал, провал вот в этот. Так что Толик Чубайс везде наследил, везде, где он не находился, он крепко воровал. И тут, опять же, в Израиле, где он сейчас проживает, он вдруг озаботился благополучием граждан. Да, только что прошли вот эти дикие атаки боевиков Хамас на мирных жителей Израиля. И, конечно, множество страданий, здесь не место для шуток, действительно. И Толик Чубайс закупил на свои, на свои, да, друзья мои, на вопрос, свои ли они, или наши, да, или наши с вами деньги, закупил гуманитарную помощь и лично развозил на машине. И его там сфотографировали не один раз с коробкой продуктов, каких-то вещей, которые он развозит несчастным жителям. Да, друзья мои. Ну, в России он, кстати, за такими занятиями замечен не был. Он всегда, как бы, относился к народу свысока, как к быдлу. А тут вдруг он озаботился простыми людьми. Верим ли мы Толику Чубайсу? Не, ну, хорошее дело, на самом деле. Без сомнения, людям, которые пострадали, привезти помощь. Без сомнения, замечательный, хороший поступок. Ну, вот такое реноме, реноме рыжего, рыжего прохиндея, конечно, понимаем, что этот просто так ничего не сделает. Этот даст коробку, а потом сопрет все, что можно. Ну, в общем-то, пытается, пытается подмазаться, подмазаться, восстановить свой образ, чтобы, ну, в Израиле люди его считали таким вот благодетелем, благотворителем. Ну, в Израиле проживает множество бывших граждан России, которые тоже понимают, что Толик Чубайс, как говорится, рыжего прохиндея, как черного кобеля не отмоешь до бела. Да, ну, явно, что рыжего тоже исправит. Вряд ли он исправился. А вы как думаете, что Толик стал таким благодетелем? А в России Роснана там столько людей посадили, всех его заместителей, всех пересажали. Да, все по тюрьмам, по лагерям шмонаются, а Толик Чубайс чистенький и с карманами, набитыми деньгами. Забавно, друзья мои, забавно. Действительно, украдешь там, я не знаю, булку хлеба. И, как помните, говорил в одном замечательном сериале «Вор в законе антибиотик», что в России можно, так сказать, украсть велосипед и все свое здоровье оставить в тюрьме. А можно воровать вагонами и, так сказать, быть все время на плаву. Ну, похоже, действительно, это так. Во всяком случае, Толик Чубайс на плаву. И сейчас занимается хорошими делами. Как пела старуха Шапокляк в одном из мультиков советских про каркадилогенов. Кто людям помогает, тот тратит время зря. Хорошими делами прославиться нельзя. Ну, Толик Чубайс в России прославился делами плохими. Ну, а вот на земле Израиля он пытается прославиться хорошими делами. Посмотрим, посмотрим. Но не думаю, что граждане Израиля тоже поверят ему этому апархинтию и доверят хотя бы что-то, что-то, где можно зарабатывать деньги. Уж нет. Скорее всего, он будет только прожирать награбленное в России. Вряд ли что-то большее. Ну, что ж, друзья мои, забавно следим за этим рыжим мерзавцем. Все, пока, счастливо. Продолжение следует...